В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день октября с погоды. Минус один, плюс четыре. В черкеске днем дождь, ветер западный, 6-11 метров в секунду, порывы до 15-18. Температура ночью 3,5, а днем 6-8 градусов тепла. Экономика страны переживает непростые времена. Санкции иностранные компании одна за другой заявляют о приостановке инвестиций и продаже принадлежащих им предприятий. Цены на материалы и оборудование растут. В подобных условиях, как никогда, важной является поддержка отечественной индустрии. Этим занимается Фонд развития промышленности, который выдает льготные займы на различные проекты. Как он действует и кто может получить поддержку? Репортаж Альбины Ламковой. Основной целью Фонда развития промышленности является поддержка промышленных предприятий, осуществляющих деятельность на территории нашей республики. Им предоставляют займы для проектов по разработке новой высокотехнологичной продукции, импортозамещению, по лизингу оборудования и цифровизации действующих производств. На сегодняшний день действуют пять программ льготного финансирования. Из них две региональные программы. Это как проект развития. Условия программы проекта развития являются сумма займа до 50 миллионов, по 3% годовых и сроком до 5 лет. Также еще вторая программа у нас – это оборотный капитал. Условия программы являются сумма займа до 15 миллионов, также 3% годовых и сроком до 2 лет. А по трем другим программам – это программы такие, как совместное софинансирование с Фондом развития промышленности Российской Федерации. Там у нас действуют три программы – это комплектующие изделия, программы проекта развития и повышение производительности труда. По трем программам совместного финансирования с Федеральным фондом развития промышленности выдаются займы от 20 до 200 миллионов рублей, сроком до 5 и до 3 лет годовых. Люготный период уплаты основного долга – до 3 лет. По совместным проектам для промышленных предприятий являются более лояльные условия. Ключевая ставка может понизиться до 1%, если предприятие будет выполнять такие условия, как под обеспечение они могут предоставить Фонду развития промышленности банковскую гарантию, либо же в рамках инвестиционного проекта они могут купить, приобрести оборудование российское. То есть по этим условиям ключевая ставка снижается от 3 до 1. Чтобы выбрать подходящую программу, необходимо прийти за консультацией. Предприятие может обратиться в Фонд развития промышленности для разъяснений, какие действуют программы регионального значения, федерального. Могут прийти в фонд, расположенный по адресу города Черкес, улица Калантеевского, 36. Также зайти на сайт Фонд развития промышленности Корчаева Черкесской Республики. Там вся информация, все программы наши размещены. Также было бы хорошо, если бы предприятия приходили к нам. Мы консультируем полностью, подбираем индивидуально. На сегодняшний день в Фонде развития промышленности профинансированной действуют три проекта. Два из них являются инвестиционными. Они работают успешно и реализуются согласно плану, заключила Инна Кохова. Альбина Ламкова, Лейбастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. И заглянем в календарь. Сегодня Всемирный день почты. Она является самым важным средством общения человека. Без нее тяжело представить свою жизнь. С ее помощью мы можем отправлять телеграммы, письма, получать посылки из любой точки планеты. И как бы далеко не шагнул прогресс, все же приятно было заглядывать в почтовый ящик, получать поздравительные открытки и долгожданные письма. Сейчас тоже мы отправляем, но в разы быстрее, за секунды, каждый в своем мобильном телефоне. Можно ли это назвать романтикой? Судить, конечно, вам. И все же не забудьте сегодня поздравить родных, близких, друзей с каким-либо событием в их жизни. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на Ногайском языке, затем также программы Ногайской редакции. А в 14.30 «Вести» Карачаева-Черкесия с Муратом Джанкиозовым. Всем удачной рабочей недели, хорошего дня и встретимся завтра.